В преддверии новогодних праздников глава региона Игорь Руденя вручил ключи от служебных автомобилей главам муниципалитетов и руководителям ведомств. Так, на службу уже сегодня заступили новые школьные автобусы, машины, скорая помощь, а также впервые в истории Верхневоложья служебный транспорт получил военный комиссариат. Подробности расскажет наш корреспондент. Этот школьный пас готовится стартовать по месту назначения в Кесовогорский район. Будет разводить учеников по школам. Территория большая, ребятишек много, среднее расстояние, которое преодолевают школьники, 20-25 километров. Для нас это, конечно, по спору, очень большое все. Помощь вообще существенная, автобусы постоянно обновляются. За прошлый год мы получали три автобуса было, в этом году два дали уже. Всего в школу Верхневоложья отправится 28 автобусов. Это машина «Газель-Некст» на 17 посадочных мест и пазики на 24. Они укомплектованы и оборудованы по всем стандартам. Отправятся новые транспорты в школы Калининского района. Сегодня мы получаем четыре школьных автобуса. Комфортабельные, оборудованные по последнему слову техники. Системой ГЛОНАСС, системой АБС. И также у них есть два комплекта резины. Что очень немаловажно при переходе с зимы на лето, с лета на зиму. Пополнится в преддверии новогодних праздников и гараж Тверской станции скорой помощи. На службу охраны здоровья граждан поступят 15 новых машин. Один из них — реанимобиль. Наше основное рабочее место, поэтому они всегда нужны, тем более новые автомобили. Все они оснащены согласно порядку оказания помощи по скорой помощи. То есть они не пустые, у них есть оборудование, дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких. Я посмотрел, есть и вакуумные матрасы для иммобилизации тяжелых пациентов. То есть это то, что критически необходимо нам сейчас. Кроме того, в этот раз новое авто получили военные комиссариаты Тверской области. Получаем 17 автомобилей на Нива Тревел. Это пойдут служебными автомобилями каждому военному комиссару муниципальных образований. Очень серьезное подспорье, конечно. Так, в 17 муниципальных образований отправлено 28 школьных автобусов. В 11 — 15 автомобилей скорой помощи. Ключи от нового транспорта глава муниципалитета вручил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он отметил, что такая работа ведется ежегодно. Очень важно, что сегодня при поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы можем реализовывать эти программы. И ежегодно занимаемся работой по улучшению нашей инфраструктуры. И если посмотреть нашу совместную работу за уже 7,5 лет, мы практически сделали целый круг по обновлению автотранспорта на территории нашего региона. Напомним, что в 2023 году это уже третья партия современной техники для учреждений образования и здравоохранения Верхневолжья. А в целом за прошедшие пять лет региональный автопарк школьных автобусов и службы скорой помощи пополнили более 440 новых машин. Продолжение следует...